спецопс the line великолепная игра к великому сожалению недооцененная масса игроков в ней замечательный сюжет заставляющий рыдать и вжиматься в кресло от ужаса потрясающее зрелище такого в наши дни сложно найти истинный шедевр а по твоим меркам игра реликт так они мне говорили и я не сомневался что это правда да почему мне не поверить на слово явно же неспроста ходят такие слухи хоть на чем-то же они должны основываться услышав столько хвалебных ход в честь игры я садился за нее с чувством что вот-вот увижу настоящий шедевр психологическую драму запредельного качества и по ходу игры я не мог отделаться от мысли что я что-то не так понял или еще не дошел до места где начнется накал страсти и интересности затем это чувство перешло в ощущение что меня просто троллят но в конце концов я понял никто меня не троллит просто игроки оценивающие игры является частью сообщества а в сообществе как и в любой толпе есть такое чувство братского плеча если кто-то закричал за родину и рванул вперед то ты сам с тем же криком побежишь минуем мыслительный процесс и так работает наша психика поднялась какая-то непонятная волна не волна но прилив скажем так поднялся прилив народного обожания xp cops the line его не на пустом месте игра действительно представляет собой очень неплохую очень неплохую военную драму с элементами психоделики за происходящим интересно следить и это не самый плохой шутер плюс ко всему однако чувствуя восторженности от того самого братского плеча видимо подняли уже настоящую песчаную бурю не орк слышала у машки корову вели а потом клавк слышь мне ольк сказал что у машки всех коров и кур украли ну а дальше вы уже сами знаете слышь евграф вот ты тут сидишь ничего не знаешь а вся деревня уже знает у машки увели всех коров сожгли дома а самую изнасиловали и убили да она мне сама вчера рассказывал ты чё мне не веришь что ли но вы поняли спецопс приписали столько гениальности сколько мнение содержится а если вдруг то не в курсе это отторгай думающих людей они видят что им врут и со старта плюют на проекты крутя пальцем у виска при поминании его фанатов а этому способствует также и то что сама игра хоть и не самая худшая пострелушка из тех что можно найти но далеко далеко не самая лучшая говоря открытой без приукрас игра кривая и неудобная и видя это я действительно понимаю за что ее любят игра удостоилась нескольких наград и 2012 году в году выхода даже была названа одной из самых лучших игр года а для кого-то и вовсе лучший но я также понимаю почему ее недооценили почему в продажах она провалилась и почему внимание игроков к ней резко угасла и в кой-то веке я согласен с положением вещей мне всегда обидно наблюдать за недооцененным творчеством но эта игра действительно место там где она есть среди недооцененных проектов что ж по большому счету мне игра представляется в виде двух аспектов сценарной части и геймплейной части и эти два аспекта постоянно борются друг с другом создавая довольно странное впечатление к сожалению не представляется возможным раскрыть все эти элементы не раскрывая детали сюжета а возможно это даже к счастью потому что рассказать тут есть о чем завязка довольно обычная и ничто как говорится не предвещало арабская ночь восточный восток жил был славный город нет не багдад дубай действительно славный судя по тому что мы увидим но тут нагрянул катаклизм невероятные силы песчаная буря точнее целый ряд песчаных бурь в игре о них говорится не как о каких-то там бурях а о песке летящем со скоростью 80 миль в час и сдирающим краску с металла и кожу с костей власти долго телепались а за несколько дней до абзаца сбежали из города оставив жителей на погибель не оставили их только кто бы вы думали верно американцы возвращающиеся кажется из вьетнама не помню точно откуда ну да катастрофа каких не было да вообще никогда не было целый город крупнейший город в объединенных арабских эмиратах засыпало песком чуть ли не по самую макушку а все кто заинтересовались этим американцы ну допустим остальные долго телепались а америка успела 1 бог с ними и вот тем самым отрядом которому был дан приказ эвакуировать жителей 33 батальоном названным проклятыми командовал некий полковник джон конрад он так сказать ушел в песок и не вернулся полгода от него не было никаких вестей собственно его считали уже погибшим вместе с батальоном и вот спустя полгода от него вдруг ловят ради сообщение мол так и так операция провалилась жертв очень много и вообще туши свет бросай гранату и тогда армия сша посылает спецотряд дельта в лице нас мартина уокера и еще двух солдат адамса и луга они получили приказ разведать обстановку и отступить а вслед за ними уже войдет армия с этого и начинается игра а мне вот сразу становится любопытно действительно сразу не все страны могли среагировать что уже вызывает большое сомнение но что полгода весь мир сидел на жопе ровно и ничего не делал ни разведки ни волонтеров вообще ничего ну волонтера там были как мы позже узнаем но их было несколько же человек и за полгода что все что ли да то есть не китай не пробовала смотреть место происшествия не россия не кинем и там другие арабские страны во главе с кем-нибудь там полковником аль петровым или аль сидоровым нет можешь было подумать что из-за песчаных бурь город точнее вся местность была отрезана от мира поэтому никто не лез можно было бы так подумать если бы в начале игры наш отряд не добрался до места пешком да вот прям по пустыне а чего нет автотранспорт для слабаков такие вот дела такое вот начало это я к чему веду у меня нет цели придраться ко всем упущениям были тем более к условностям игры тем более что в конечном счете я считаю игру то хороший но просто если уж она посягает на награды отличный сюжет и даже лучший сюжет она еще как на них посягает то уж будь добра соответствуй тут мне в пору как пучкова развалиться в кресле и по 10 минут на показ набивая трубку сказать чё за херня вообще тупое говно тупого говна но нет я вполне могу также выступить в защиту таких моментов завязки игры я понимаю что игра военная драма показывающая ужасы войны и ее последствия для психики людей как сходят с ума как теряют человечность и авторы писали о том о чем знали в американских войсках основываясь на данных с военных сводок и вдохновляясь книгами вроде апокалипсис сегодня однако лично мне для лучшего сюжета хотелось бы большее правдоподобие ну что мешало сказать что бури были просто непреодолимы до сего момента американцы опять же подоспели первыми и действовать надо быстро то сейчас как набегут рюйские в ушанках с матрешками да как начнут с китайцами тут в нарды играть впрочем могло быть и хуже я вообще сперва подумал что это очередная игра про все превозмогающих и всех спасающих американцев а то ведь мы уже с вами видели одну игру которую тоже позиционировали чуть ли не как военную драму со сложным выбором где грань между добром и злом размыта плавали знаем счастлив сообщить что в этот раз я ошибся игра вообще не про это однако выяснить про что же она нам мешают да отойдя от критики завязки приходится критиковать уже сам геймплей да потому что именно он и мешает игра если что мультиплатформа это означает что ее сделали в общем-то в первую очередь для консоли и уже потом вот эту вот поделку адаптировали под пк а это значит что сделана она была по всем правилам тех лет знаете что она мне больше всего напомнила mass effect плохонький такой mass effect по своей механике разумеется вот этот вот бег на пробел прилипание на пробел только не автоматическое нажимать надо еще раз преодоление препятствий на shift почему-то в общем-то игра так и кричит играй в меня на геймпаде бич да не вопрос чё орешь ты господи но и на геймпаде управление дико неудобное если сначала это можно спихнуть на эффект новизны то концу игры когда ты в очередной раз дохнешь или окажешься на волоске от смерти за кривого управления тебе останется либо развивать стокгольмский синдром убеждая себя что это просто у тебя руки кривые либо просто признать что кривые не руки а управление пиздец просто какое оно кривое хотя должен признать сама стрельба сделана неплохо в первую очередь могу похвалить звуки оружия они приятные не сказал бы что реалистичные скорее даже нет чем да они опять же ближе по ощущению к mass effect где оружие чуть ли не стрекотал и не хрестоматийный пиу-пиу делала здесь примерно та же картина однако никакого диссонанса в голове это не вызывает также интересно сделана система хэдшотов при попадании в голову время немножко так замедляется и мгновение на подумать дается и само убийство показывается довольно красочно с рэгдолом проблем нет и все что касается убийства противника сделано хорошо ну то есть почти все будет несколько исключений по ходу игры но в целом за это можно поставить твердую четверку если бы только дерьмовое управление не сводило эту оценку на нет кстати с оружием тут тоже полный порядок изначально у нас винтовка и пистолет но очень скоро выясняется что патроны расходуются очень быстро вот достаются с трудом я постоянно попадал в ситуации когда прямо в бою приходилось банально бежать в рукопашную чтобы забить врага прикладом отобрать оружие добить и прикладом это вообще отдельная тема на ней позже в общем патроны тут в дефиците это кстати вполне логично и даже в найденных записях можно найти поминание об этом что он местные даже переплавляли серебро и золото на пули таким образом идет изящная аллюзия на то что те с кем они борются это как монстры которых старинно убивали серебром а также на цену жизни убитого солдата действительно без дураков очень интересные нагнетания но пришло время поговорить о сюжете начинается игра не с нашего прихода в город а с нашего полета на вертолете над ним и последующего падения о сколько же спекуляции она породила эта сцена и не обратить на них внимание разумеется невозможно но затем отряд дельта продвигается в дубай и видит множество трупов гражданских погибших от бурь на самом деле игра пестрит подобными картинами если поначалу нам дают так сказать легкое по современным игровым меркам зрелище то дальше картины войны будут действительно ужасные пугающие притом пугающие не своим внешним видом сами понимаете сегодня в каждой пятой игре не такое увидишь современного игрока таким уже не удивить нет она пугает мыслью случившимся но это еще впереди сейчас пока видны последствия неудачной эвакуации вот наконец уже явно военных действий на отряд нападает повстанцы мы конечно кричим что мы же вас полудурков спасать пришли вы чё творите то но им по барабану для них мы вторженцы выглядит это откровенно как бред я сейчас имею ввиду не сценарный бред а для нашего отряда это как бред дельта ловит сигнал бедствия и прорывается к осажденному отряду вы подоспели они не вовремя хотя странно вроде солдат не так уж сильно ранен но он умирает на руках так и не успев отметить на главный вопрос жит ли полковник конрад и понятно зачем так было сделано если бы тебе с самого начала игры рассказали главную интригу о которой вы уже наверное догадались да после этих слов так уж точно но вы ведь знали куда шли верно так вот было бы глупо так сделать но представьте сколько бы проблем можно было бы избежать к сожалению только в теории и об этом я тоже расскажу это в игре самое интересное я люблю знаете ли копать вглубь так вот наш отряд решает посмотреть а что ж там дальше то попутно ловя еще один сигнал какого-то из допрашиваемых пробираясь к точке мы снова видим картину войны и в этот раз именно уже войны а не бури кучи солдат развешанных на столбах множество трупов впоследствии часть таких картин я не буду вам показывать потому что администрация ютуба лицемеры без трусов и в крестике увы как реальную жестокость показывать и выдавать ее за норму это пожалуйста как показать компьютерную сиську или сожженный труп ребенка все фашист закрыть ему канал так что простите ребят но я отвлекся картина произошедшего заставляет понять тут творится что-то неладное и так оно есть о чем мы впоследствии узнаем пока же мы попадаем на импровизированный допрос где нам удается освободить одного из солдат 33 который считает на за цирушников да оказывается сюда до нас пришел еще отряд из циру и напал на 33 так что нас тут считают за подсадных и спустившись в их убежище мы тут же нарываемся на конфликт с 33 они нападают на нас и это сделано довольно зрелищно в плане ощущений ну то есть атмосферно правильнее сказать наш отряд торвет мол что вы творите идиоты мы не сыру мы же свои и все в подобном духе но тщетно тут можно было бы сказать что это нелогично и что 33 поступил так потому что того требовал сценарий игры но нет тут все логично дальше поймете почему кроме того по импровизированному радио мы слышим некого диджея которого наш протагонист тоже узнает по голосу мол он увидел с конрадом еще тогда полгода назад он балагурит явно натравливая на нас своих бойцов из 33 и главное местных жителей мы также видим как тех самых местных жителей 33 сгоняет те кричат жалуются плачут говорят что не хотят умирать среди случившемся в голове складывается простейшая картина гражданских нужно спасать так мы начинаем прорываться через врагов уничтожая дезертировавший 33 батальон на самом деле поворотный момент сюжета уже пройден мы нарушили приказ пойдя на поводу собственного любопытства и эгоизма у собственной гордыни и в игре это показано именно с этого момента начинаются настоящие проблемы например ссоры однополчан у нас однажды будет возможность выбрать кого из них послушать и за кем идти либо спасать гражданских либо царушника который вышел с нами на связь и предложил помощь хоть какую-то а нам была одна помощь нам хотя бы просто объяснение что тут творится в итоге перепалка чуть до драки не доходит психика уже начинает ломаться потому что человек не способен выдерживать такие ужасы войны видя повсюду ее последствия но говорят что солдат не человек он машина это так но и машина тоже ломается и наш отряд начинает ломаться это видно по их репликам о их движениям они меняются по ходу игры ссоры все чаще да и поводу все больше в итоге получается что мы перебили отряд 33 и спасли жителей но те недовольные прогонять нас уже на этот момент можно было заподозрить неладное однако мартина уокер со товарищами уже настроены на определенную волну им невдомек такие простые истины течение обстоятельств что поделать а вот что думаю стоит отвлечься от сюжета и поговорить о самой игре например вот взять эту заставку в которой нас прогоняет обратите внимание даже несмотря на то что игра старая да и в год выхода она не была на с геном все же она выглядит ну прилично скажем так даже на 4к мониторе все-таки текстуры последний на что смотришь спек опс но вот вместо того чтобы сделать заставки на движке везде разработчики почему-то решили некоторые из них отрендерить при том с движка же ну а так как игровые коробки в те времена обладали ядреной мощью сопоставимой с мощью какого нибудь intel pentium fuflon 228 то и заставки чтобы не лагали видимо были отрендерены чуть ли не в худшем качестве из возможных в непонятно каком разрешении в итоге на современных машинах это сильно портит общее впечатление от визуальной составляющей игры ну серьезно неужели все настолько было плохо с консолями того времени впрочем мне больше верится в то что это просто неудачное решение разработчиков вообще вся игра геймплей на это череда неудачных решений разработчиков взять например ту же фишку с песком я помню как еще в журналах агромании вычитывал анонсированные фишки игры мол мы в океане песка и песок наш союзник и наш враг и можно будет разбить стекла к примеру чтобы врагов засыпало песком и в геймплейных демо это смотрелось и правда зрелищно однако на выходе получилось глупо хотите игру где песок ваш друг и враг играйте в принципе россия здесь это сработало бы если бы игра была песочной цене в дизайнерском а в игровом смысле и такие моменты генерировались бы на ходу а в итоге играет и полностью заскриптованные коридоры и моменты засыпания песка врага действительно есть я даже больше вам скажу они смотрятся шикарно даже сейчас хотели хаммерфелл вот вам хаммерфелл сучки но они происходят только в строго расставленных точках и точек этих не сказать чтобы прям вот много возможно их даже больше чем я нашел но дело видите ли в том что они часто не очевидны я постоянно стрелял по врагам и тут друг где-то что-то там бабахнула и потолок проломила и посыпалась лавина песка круто но причем тут я я вообще не уверен что это от моего выстрела было а еще чаще я убив вражеский отряд случайно в конце попадал в какую-нибудь стеночку или очередную красную бочку и засыпал песком то место где минуту назад был враг с которым я порой заметным трудом сражался очень вовремя спасибо патроны напомню на вес золота кончаются они как туалетная бумага в празднике со скоростью света ты потому постоянно и ходишь трофейным оружием патроны здесь только на то с чем ходит враг и поэтому хочешь не хочешь подстраивайся под местную моду и если в моде нынче дизертыгл бери его и забудь про свою любимую винтовку и в разгар боя нередко приходится экономить патроны и чем дальше по игре ты идешь тем чаще ты это делаешь и в связи с этим стрелять как баран во все поверхности в надежде что одна из них треснет и оттуда хлынет песок не самая лучшая стратегия скажем так в итоге одна из самых распиаренных фишек игры на которые чуть ли не акцент делали геймплейный проработано настолько глупо что больше походит на скриптово-режиссерские моменты нежели на действительно геймплейные возможности еще одно если не неудачное то как минимум странное решение стелс да на штатное оружие можно нацепить глушители и затем присев на карты мочить всех по-тихому в теории выглядит толково на деле опять же глупо во первых далеко не все миссии можно пройти в стелсе далеко не все даже те моменты которые нам предлагает пройти в стелсе в принципе можно таким образом пройти из-за прихоти сюжета но это пол беды патроны граждане патроны они очень быстро заканчиваются я уже говорил в итоге через пять минут игры на уровне штатное оружие улетает в песок а его место занимает то что найдется только от глушителя у этого всего нет в итоге есть два-три сюжетных момента где и стелс нужен и оружие с глушителем тебе любезно предоставят примерно та же история что и с песком а жаль можно было бы очень так на всех хорошо разнообразить геймплей ведь видно же что разработчики это умеет да часть фишек все же смотрится толково вот например добитие до рукопашной тут нужна постольку поскольку но часто довольно часто вражеские пехотинцы будут не погибать а просто валяться ранеными и это отлично играет на атмосферу после серьезного боя поле усеяно умирающими солдатами которые стонут захлебываются в крови или просят о помощи можно просто застрелить их а можно подойти и сурово добить и чем дальше продвигается сюжет чем больше страдает сознание нашего протагониста тем более суровы и брутальные эти добивания как собственно говоря и фразы персонажей и это серьезный плюс игры но и также интересно сделаны записи на уровне лежат по 1 и 2 таких найдя какие-нибудь детские игрушки или флешки мы можем послушать размышления персонажей о происходящем или скажем записи самолет вывозившего гражданских из города и разбившегося в буря вот это действительно сильный момент многие из этих записей давят на тебя рассказывая боже со случившейся событий вот таких бы моментов да побольше вместо них все остальные элементы сделаны через через песок блин и полят это все лакомство отвратительным управлением я уже говорил какое тут плохое да ооо оно тут очень плохое просто до безумия мерзкое во первых оно неочевидное чай уже не 2001 год могли бы уже загуглить привычный игрокам на пк раскладки я первые три часа не мог понять как переключать оружие ну ладно возможно я дурак фиг с не с клавиатурой преподание к укрытиям если ты выглядываешь для огня сверху то еще ладно а если сбоку то чаще всего ты будешь лизизреть текстурку который тебе тычет во всю харю а враги в игре на эти не слабые и часто такие промедления будут стоить тебе жизни до враги не слабые но тупые как и союзники они вполне могут по объявлению скрипта сначала пройти найти так редком как таскены в одну шеренку до к укрытию только потом понять что ты оказывается враг и по тебе нужно стрелять и нет это не фишка это скриптовая перестрелка так сделано могут окружить тебя и так и не понять а что собственно с этим дальше делать союзники не способны тебя прикрывать они не будут пытаться уничтожать зашедшего к тебе со спины врага они просто продолжат делать то что делали и на этом фоне фишка с отдачей команд выглядит ну издевательством команды тут две первая оглушить гранаты и почему-то за всю игру она мне была доступна раз 10 я так и не понял по каким критериям не разрешает ее использовать и вторая это атака определенного врага работает не всегда и всегда через жопу очень часто пока ты дождешься когда союзник попадет или прицелится для выстрела ты уже сам раз 10 его застрелить успеешь возможно это играет серьезную роль на высоком уровне сложности где хрен высунешься скорее всего из-за укрытия при том часть укрытия разрушаемые это хорошо и да я видел ачивки друзей стиме они проходили это на высокой сложности я очень хочу вас спросить ребят она того стоило не проще ли посмотреть игры фильм чем страдать с этим вот кривым геймплеем нередко прилипание вообще не срабатывает и ты стоишь как лох ловишь пули или ты просто не можешь убежать откинуты в тебя гранаты потому что перед каждым забором ты останавливаешься как баран перезаряжаться на бегу тоже нельзя сама перезарядка медленная это не минус сам по себе но на фоне описанного становится серьезным недостатком да а чехпоинты тут сделаны замечательно блин они всегда всегда стоят до кат сцены которые невозможно блин пропустить помните наверное тот момент где нужно бежать от вертолета ну если играли разумеется диджей еще начинает напевать какую-то мелодию я переигрывал этот эпизод раз десять не меньше потому что банально не мог понять а чё от меня собственно требуется мне говорят бежать за отрядом хорошо я бегу меня убивают раз другой третий я думаю что ты иначе делаю не так пробую укрываться на укрытие перестали работать я не могу сесть за них после десятка смерти игра любезно сообщила мне что слышь мил человек ты кажется это лох давай-ка я тебе сложность поменьше сделаю штука кстати интересная на самом деле но я бы понял если бы был сложный бой но нет он не сложный он кривой когда я уже был готов действительно понизить сложность ну мало ли вдруг входящий урон тоже понизится я решил напоследок пробежаться еще разок и что вы думаете да добежал куда надо не погибнув чисто случайно на удачу ну что за маразм и каждый раз при смерти мне приходилось смотреть как я подбегаю к месту как прилетает вертолет начинает стрелять взрыв я падаю встаю и начинаю бежать каждый раз заново и каждый раз лучше его это бом-бом-бом-бом-бом или что он там напевает я понятия не имею что это за песня но я согласен с напарником я ее уже ненавижу и этот момент с вертолетом не единственный чуть ли не все такие чекпоинты они все расставлены через жопу в лучших консольных традициях если тебя грохнули зажав в углу то на чекпоинте ты возродишься на той же площадке там где разработчики считают что ты должен быть не в углу не там где тебя сохранила а там где предполагаемо ты должен был стоять как ни странно иногда это единственный способ понять отчет тебя вообще хотят к счастью последнее очень редкое явление но не дай бог тебе погибнуть после кат-сцены или даже не обязательно кат-сцены вот идешь ты скажем по рву полному трупов наше движение замедляется мы не можем бежать так как мы должны как бы смотрите ужасаться так и есть это работает первый раз но когда тебе приходится по этому рву шагать уже третий раз тебе уже плевать на трупы и ужасы войны кстати в кат-сценах камера какая-то дерганая возможно это с непривычки но целом на моменте первой ссоры однополчан меня чуть не стошнил от местной качки впрочем это небольшой недостаток к этому быстро привыкаешь зато могу похвалить сражение в бурях да по велению него величество скрипта некоторые бои будут в песчаных бурях вообще ни разу не реалистично мы еще и переговариваться умудряемся не закрыв рты вообще ничем даже рукой как бы условности условностями но на обложке игры мартин в бандане ну почему бы такие же в игре не сделать глаза не защитили очками хорошо а рот ты его только открой тут же половник песка в легкие получишь да еще же ведь и на скорости 80 миль в час но смотрится все таки это очень красиво к сожалению таких перестрелок по игре не так уж много как хотелось бы штуки 3 или 4 в игре про песок ну то есть не про песок конечно но в игре полный песка тема песка раскрыта слабо впрочем от места к месту вот что меня точно поразило так это местные пейзажи шикарнейший богатый мегаполис занесенный песком по самым маковку зрелище потрясающее я всегда любил лицезреть руины но не всякие эти же меня просто завораживают будто бы древней цивилизации погребена но нет это наши дни цивилизация современная в такие моменты плевать даже на то что чтобы занести огромный город так сильно нужны бури поистине титанических масштабов тут снова задаешься вопросом и что вот никого не заинтересовала судьба дубая кроме америки впрочем ладно в принципе про механику больше сказать особо нечего как видите она тут вполне играбельная но в целом посредственная зато есть что сказать про сюжет вернемся к нему мартин думать что этот самый диджей за всем стоит и решает так сказать разобраться с ним хотя казалось бы ты получил приказ разведать и проваливать но нет ему же любопытно дальше все идет по наклонной мы идем по радиоследу там прямом эфире пытает одного из солдат походу увидим целые склады а точнее свалки трупов гражданских и не только гражданских и походу оказывается что пытаемый давно мертв а это все ловушка правда не на нас она цру но впрочем им пофиг и тут как раз появляется сам цей рушник некий gold или как-то так он направляет нас на выход чтобы мы могли с ним встретиться и получить ответы на вопросы там далее идет та самая прекрасная сцена с вертолетом которая сама по себе кстати неплоха если бы не то что я писал ранее выясняется что цру подняла нечто вроде восстания использует местных как пушечное мясо а сражается с ними 33 мы тут вообще никому не вперлись и нас никто не звал а потому нам и не поверили следуя к месту встречи мы видим как цру применять против 33 белый фосфор но тут не поспоришь это вполне в духе цру потом все свалят на россию даже доказывать ничего не нужно зрелище действительно жуткое но жуткое то как реагирует наши бойцы на случившееся да они возмущаются они ненавидят врага ведь они то не знают кто применил это запрещенное оружие если честно я и сам не уверен что это были именно цру возможно это был 33 впрочем попала на туда благодаря именно цру так что рыльцы все же в пуху ну так вот жуть ситуации не в том как наш отряд реагирует сейчас а в том что не проходит и 10 минут как мы сами решаем применить белый фосфор против врага видите ли там высокая концентрация противника никак не пройти поэтому давайте их заживо сожжем без возможности избежать мучительной смерти используем их же оружие во имя добра что они делают несмотря на возражение луга и вот тут случается второй поворотный момент идя по останкам местности и слушая вопли горящих заживо и молящих убить их солдат мы натыкаемся на одного из них который задает ключевой для этого момента вопрос за что оказывается 33 сгонял жителей не для расстрела а для защиты там думали что мы из цру а цру пришли сюда чтобы похоронить тут всех заживо всех свидетелей дезертирства целого полка которые за обстоятельства еще и выглядит как интервенция сша против уаэ короче они тут чтобы всех убить а 33 защищал жителей сгонял сюда в убежище а мы только что сожгли заживо и солдата и гражданских 47 человек картина сильная ведь сгоревшие матери что держит в руках ребенка образ который навсегда отпечатался в голове мартина сцена слишком жестокая так что извините но именно отсюда и начинается самый трэш именно с этого момента вы на каждом шагу будете слышать от уокера слова это не я виноват и это очень важный для понимания сюжета момент отряд подавлен он по факту разбит уничтожен морально они стали убийцами невиновных однако командир находит в себе силы идти дальше и очень скоро когда мы становимся свидетелями следов казни солдат руками судя по всему своих же с нами на связь выходит тот самый конрад по рации и очень странно очень странно что в этот момент наши сопартийцы ведут себя как ни в чем не бывало я еще не раз буду обращать на это внимание но это как по мне самая слабая сторона сюжета то есть не оставлено никаких зацепок даже финальная кат-сцена с объяснением переиначена но об этом пока рано и тут до нас доходит что диджей лишь прихвостень во всем виноват к сожалению конрад это из-за него мы допустили такую фатальную ошибку и потому теперь наша задача спросить него за все все оставшуюся часть игры мы будем гнаться за конрадом церушник который выводил нас в любом случае гибнет но есть еще один поглавнее вот его сперва и нужно найти отсюда голос конрада по рации до самого конца игры не смолкает и далее он демонстрирует нам что стало с дубаем ну в общем то мы и сами уже все видели полная безнадега однако теперь он решает нас испытать предложив застрелить вора или убийцу его семьи выборов так сказать из двух зол напарники не понимают о каком выборе идет речь и тут придраться не к чему в отличие от прошлой сцены но чтобы мы не выбрали конрад все равно желает нашей смерти и остатки 33 продолжают нападать на нас зато мы находим и спасаем джеффа рикса последнего уцелевшего церушника и у него есть замечательный план как победить 33 шикарнейший план от сказать тут знаете ли есть водохранилище и его нужно того уничтожить и все от жажды сами сдохнут ну то есть так то да все сдохнут и гражданские и военные мы тоже же пустыне оторваны от мира но за каким-то хреном мартин соглашается и более того даже напарники не сильно того заражает ограничиваясь пассажами в духе я ему не доверяю тут гениально просто еще б ты ему доверял вы точно знаете что цру решили уничтожить тут всех но идете на поводу дальше перестрелки в здании потом захват водохранилище и вот мы вывозим воду в цистернах и начинается чисто дошираковая погоня мы висим на машине стреляя с одной руки из гранатомета и с одной же руки его перезаряжая при том ни одна пуля в нас не попадает ну точнее попадает конечно но не убивать сразу да игровая условность да пофиг но все равно момент дошираковый вроде пахнет вкусно но лучше не думать из чего это сделано в итоге охренительный план завершается тоже охренительно что выдумали да цистерны уничтожены мы бредем по развалинам вновь наблюдая последствия того что натворили местные жители пытаются собрать крохи воды что остались они ненавидят нас ведь из-за них они все погибнут не может быть погибнут а именно погибнут воды больше нет и не предвидится сколько они проживут на этих бочках пару дней а затем смерть от обезвоживания еще бы они нас не ненавидели честно даже самый гроб все больше ненавидят протагониста очень необычное чувство старик царюшник уже не жилец просит пристрелить нас чтобы не стать сгоревшим заживо патрон лишь один забавно антилопа посреди поля боя посреди песка не помню первый ли это момент когда мартина начинает глючить он видит то чего нет слышит то чего не слышат остальные психика давно уже сломана и сознание выдает такие вот причуды мы воссоединяемся с отрядом спасая друзей и идем убивать дидже кстати в этом моменте в полу сражения случается какая-то байда то есть понятно что уокера уже глючит временами но в помещении врывается штурмовик с пулеметом и он идет на нас а свет вдруг начинает мигать штурмовик то тут то там убить его это целая проблема и все бы ничего ход с такими глюками правда интересный а это явно глюки ведь если мигание света можно устроить его телепортацию более чем на метр такой туши в броне это уже мистика но вот из-за кривой механики и дурацкого чекпоинта это очень сложный бой не представляю что там творится на высоком уровне сложности медленно но верно мы пробиваемся в башню вещания и находим таки того диджея он походу давно уже страх потерял атаки хиппи сидит ему на все пофиг и тут луга его застреливает вместо того чтобы допросить как бы уже конец игры но интригу раскрывать еще рановато понимаю хотя честно я не представляю кто к этому моменту еще не раскрыл ее в общем уокер включает связь и говорит местным жителям что мы вас эвакуируем но сначала 33 ответит за свои преступления то есть ты знаешь что 33 прикрывал местных ты человек уничтоживший 47 гражданских белым фосфором уничтоживший запасы воды считает что жители тебя послушают и вообще что это за бред допустим они тебя послушали что они должны были понять из этого сообщения куда идти что делать просто слова ради слов да и никто из напарников опять же не возражает прилетает вертушка и мы решаем использовать ее чтобы свинтить отсюда план удается и мы заодно сносим башню под неодобрительное возмущение луга мол там же была куча солдат сша отличный аргумент и начинается погоня на вертолетах та самая с которой началась игра и самое интересное трудно сказать воспоминание ли это в начале игры но этот момент точно новое событие ведь даже уокер говорит что это все уже было но потом уже становится не до того сцена повторяется точь-в-точь и заканчивается тем же если честно я подумал что вот тут начнется мистика и будет нечто вроде дня сурка но нет я снова был неправ все выжили но раскиданы здесь нас начинает глючить просто не по-детски настоящей инфернальной картины но мы все же приходим себя и высоединяемся с адамсом однако луга оказывается далеко и без оружия еще и со сломанной рукой мы пытаемся прорваться через 33 чтобы спасти его но тщетно он решил укрыться в лагере мирных жителей и те его безоруженного попросту повесили мы не успели сцена сильная должен признать вопли луга его мольбы и в целом все происходящее сильно поставлено здесь мы можем в гневе расстрелять гражданских или же прогнать их неважно теперь нами движет только месть да и что нам осталось если честно мы убийцы преступники подавлены морально сражение давно уже потеряла смысл и месть для нас спасение теперь у нас есть мотив только надолго ли его хватит нас очень скоро окружают и предлагает сдаться этому совету если уже следовать то надо было это делать давно но мартин решает сдаться только сейчас зато адамс не согласен и он выталкивает нас и приказывает бежать а сам принимает геройскую наверное в кавычках геройскую смерть и вот мы бредем по руинам и добредаем до логова конрада наконец-то он получит по заслугам хотя я не верю что к этому моменту остался хоть кто-то кто не понял сути происходящего остатки а правильнее наверное сказать останки 33 десяток солдат сдаются нам и говорят что конрад ждет нас в поистине царских хоромах мы находим его рисующего картину да спасибо мы уже поняли ту самую со сгоревшей матерью ребенком и даже сейчас мартин продолжает отрицать очевидное даже когда он проходит дальше и видя уже давно истлевший труп конрада понимать что нет никакого врага кроме него самого вот видимо на этом моменте многих пробирает мол вот оно оказывается как оказывается полковник конрад давным-давно мертв скорее всего сразу после отправки сообщения и застрелился и мартин просто создал у себя в голове этот образ чтобы свалить вину за осадеянное им же на некого врага которого нужно уничтожить ну да так и есть и ход действительно интересный но гениальным его я назвать не могу не беда что этот прием уже не нов и был ранее применённый в том числе в играх ведь нечто похожее было в игре у которой тоже в названии есть ops а именно call of duty black ops где протагониста промыли мозги и ему всюду мерещивался резнов который на деле уже давно был мертв да и потом по игре это я уже просто копс разбросаны подсказки очевидные довольно таки моменты которые дают понять что происходящее немножко сюрреалистично и наводит на нужную мысль да даже долбанный трейлер игры спойлерит суть ну как вот после такой картинки не догадаться что главный виновник всех бед это мартин уокер да мы нарушили приказ нам было сказано разведать и отступить но наше любопытство и гордыня повели нас дальше мы погубили сотни солдат армии сша мы убили всех и гривших гражданских в городе не 47 человек 47 мы сожгли заживо остальные теперь умрут от жажды именно мы стали причиной смерти нашего отряда мы принесли столько разрушений сколько не смогла принести буря мы уничтожили город и все это было сделано сознательно с какого-то момента с уст уокера все чаще начинают срываться фразы у меня не было выбора и это не моя вина конечно же как же иначе то ты лишь недавно осуждал применение белого фосфора но вот уже сам делаешь то же самое ты не знал что там гражданские а что это меняет к чему тогда твое осуждение если ты сам ничем не лучше недаром же во время бомбежки в отражении экрана монитора ты видишь свое отражение это аллюзия прямое указание на то кто это делает это не моя вина говорит он придумывая некого врага конрада все что угодно лишь бы не нести ответственность за содейное сознание защищается как умеет но от увиденных картин она рушится мартин искренне верит в то что происходит конце иллюзия уокера говорит ему что нужно иметь силу чтобы не признавать очевидное ложь сила нужно именно чтобы признать очевидное признать что это твоих рук дело и принять последствия а чтобы отрицать очевидное даже в момент когда она перед твоими глазами достаточно просто бараньи упертости или же трусости и я неспроста иногда говорил ты они протагонист не даром же в титрах что идут в начале последней надписью будет а также и твой ник в стиме это намек на то что ты точно также причина всего произошедшего ты совершал те или иные действия вере что у тебя нет иного выбора что нет иного пути и что так положено но ведь также считал и мартин разработчики намекает нам что мы такой же непосредственный участник и причина событий что и протагонист управляемый нами они дают нам понять что то что говорит мартин это не моя вина что это его состояние отрицания это вполне обыденное состояние для человека который не прав и не может с этим смириться даже мы будучи игроками отрицаем что все это наша вина вот так вот такой вот интересный ход добрую половину игры ты идешь вперед с мыслью ну я и мразь ведь действительно можно сколько угодно говорить о том что мартина ввели в заблуждение но разве же он не получил четкий приказ провести разведку и отступить сразу после первой стычки с 33 батальоном разве он попытался вести переговоры с ними если бы он систематически шел на контакт возможно они бы его и послушали возможно и нет но он и не пытался один раз этого недостаточно ему это не нужно было он осуждал применение белого фосфора но разве не он решил применить его сам разве он рассмотрел иной вариант знаю что задача цейру похоронить все оставшиеся в живых в песках знаю что дубай не выживет без воды он идет на ее похищение и в итоге уничтожает он сознательно делает это даже не ищая нового пути и каждый раз он ищет себе оправдание разломанная психика все чаще начинает сбоить он видит друзей вместо врагов цветущие декорации превращаются в давно истлевшие после того как он пройдет это отличная метафора ведь за ним действительно следует смерть пусть город и большой беде но люди выживали пока не пришел отряд дельта и вот не осталось никого последний представитель цейру сгорел под машиной без него остатки повстанцев будут очень скоро убиты местными же или умрут сами как и местные ведь воды больше не осталось так ли страшнее умереть от жажды нежели быть сожженным заживо или же повешенным на столбе луга мертв он пал жертвой действия отряда дельта адамс также погиб и скорее всего унес с собой в могилу истинные останки 33 батальона а не те иллюзии что видит уокер диджей убит кондрада никогда не существовало в рамках этой истории кто остался полумертвый мартин сломанный солдат пустая оболочка бывший когда-то человеком раздавленная тяжестью содеянного не осталось никого однако заблуждением было бы считать что именно мартин уокер во всем виноват что только он тут мразь нет я неспроста подобрал такое название тут мрази все без исключения хотя нет исключение есть местные жители вот они жертвы мрази всех же остальных были тяжелые обстоятельства и был выбор и они сделали его в пользу того чтобы стать мразью полковник конрад герой солдат отправившийся спасать целый город уже самом начале мы можем найти запись переговоров пилотов самолета с гражданскими который пытался вылететь и разбился из-за бурь как он и сказал потери крайне велики да он навидался здесь ужасов и вроде бы как сделал выбор нарушить приказ фактически дезертировать забавно я только сейчас понял что слово дезертировать и слова пустыня дезерт созвучная то есть в данном понимании дезертировать это еще и уйти в пустыню интересно получается игра слов отлично передающая суть происходящего вы не находите сделал он это чтобы защитить мирных жителей но разве же не он пытал собственных солдат решивших не повиноваться его приказу и пытавшихся уйти домой или помочь местным жителям он пытал и убивал их на тех свалках мертвецов были не только гражданский но и его солдаты а те сидящие на стуле были запытаны им до смерти тем самым белым фосфором все ради победы на и что получилось у него он всю дорогу в качестве иллюзии мартина говорит что нет не получилось он пытался но не получилось но иллюзия мартина это не настоящий конрад это совесть мартина и его останки что сказал бы настоящий понимал ли он что он пытался но у него не получилось что своих попытках он зашел слишком далеко пересек ту самую линию которая стоит название игры утопив город еще и в крови и не только в песке конечно он понимал потому то вон и застрелился туда ему и дорога и видимо в попытке хоть что-то исправить он послал на большой земли сигнала помощи и он уже не узнал что этим он запустил цепочку событий приведших к окончательной гибели города и всех кто в нем находился 33 батальон солдаты исполнявшие приказ защищавшая гражданских какой-то момент они вынуждены были воевать с теми же гражданскими которые вооружили цру убивая ли будь убитым старались как могли но даже у них был выбор когда пришел мартин что мешало им вести переговоры а когда конрад отдавал приказы пытать своих сослуживцев или казнить их он же не делал все собственно ручно и он же сжег сепаратистов белым фосфором он был давно мертв на тот момент это сделали солдаты и сделали они это дважды спали в пламени еще и своих же сослуживцев да им было страшно за непоминовение они бы быстро заняли их место но место перед кем особенно когда конрад был мертв перед такими же солдатами которые выбрали пытки и убийства но разве претерпеть это страшнее войны разве это не часть самой войны они не знали куда шли легко рассуждать об этом отстранено но они не могли не понимать что если не дать отпор то это не прекратится но они не дали они также были сломлены как и сам конрад они перешли черту это они казнили гражданских со стороны повстанцев чтобы расколоть цигрушника и им было плевать что говорит отряд дэйта они для себя уже решили что они тоже с цирру потому что если бы оказалось что это не так им снова пришлось бы делать тот тяжелый выбор а главное нести ответственность за садийные ранее в том числе перед самими собой цирру про них и говорить нечего вся организация представляет из себя одну коллективную мразь что в игре что на его они притащили белый фосфор в дубай они вооружили повстанцев и натравили на проклятых чтобы уничтожить обе стороны они сознательно пошли на уничтожение воды они готовы были даже пожертвовать собой лишь бы не дать и выжить остальным они даже убивали волонтеров приехавших помочь арабам лишь бы информация не распространилась за пределы дубая и именно они подставили мартина натолкнув его на убийство гражданских здесь полагаю комментарии излишне диджей балагуры весельчак как прекрасно наверное натравливать местных жителей друг на друга сидя в высокой башне с тем охватом вещания которым он хвастался перед луга он даже не попытался вызвать подмогу прекрасно зная что конрад мертв он вообще ничего не делал просто балагурил помешивал этот кроваво-песчаный котел ложкой и хохотал ему было смешно смешно пока другие горели заживо пока расстреливать однополчанами умирали от истощения трусливая натура поступок луга конечно чересчур импульсивен но трудно спорить мысль что пуль в голову диджей получил за дело мартин уокер про него и так уже много было сказано он сам выбрал путь разрушения прикрываясь отсутствием выбора да во многом он стал такой же жертвой как и остальные его вели в заблуждение он пережил стресс после атаки своих же его можно понять и можно даже понять как он сломлен был когда осознал что натворил в той самой сцене но ведь у него всегда был выбор как минимум выбор уйти и остаться в живых и не только самому но и в качестве отряда дельта именно это прямым текстом говорит иллюзия луга что он всех погубил и во всем что произошло виноват только он конечно иллюзия окера это не истина в последней инстанции задавленная совесть уступила место самобичеванию нет не во всем виноват только он но то в чем он действительно виноват не подлежит оправданию можно было бы сказать что его соратники адамса луга были хорошими но так ли это на деле луга возмущается что мы ничего не сделали с телом царушника просто бросили его а что мы должны были сделать похоронить его в разгар боя а тела других его не заботит тела гражданских например они второй сорт и действительно он же четко обозначил свою позицию освободить этого парня было важнее чем спасти невинных местных они ведь бесполезны он возмущается а меня ты также бросишь если я погибну а скольких бросил он из тех что погибли луга возмущается когда мартин решил применить белый фосфор но все же он подчиняется приказу он кричал впоследствии что во всем вина окера но видя ту страшную картину он прекрасно понимал и сказал это вслух мы теперь убийцы он возмущается что мы снесли башню вещания похоронив в обломках множество солдат сша а где он был раньше со своими возмущениями его не смущает то количество проклятых что он убил оставил гнить в песке он содействовал уничтожение воды не выказав ни единого возражения по сути и в итоге он пал жертвы тех кого считал вторым сортом безусловно луга жаль но он получил то что заслужил жители только и терпели что убийство издевательства повешение луга не то чем стоит гордиться но винить их в этом нельзя ведь во всем этом круговороте безумия от их человечности тоже не осталось ни следа она была стерта действиями тех кто носил оружие защищая их адамс точно также потворствовал уокеру да он предложил спасти те гражданских но что же он не подумал о них когда охотно исполнял приказ и применял белый фосфор он не знал на проводу же он знал он знал что без воды жители обречены на медленную смерть и это было уже после фосфора где были его запоздалые истерики когда он помогал притворять в жизнь все эти разрушения луга был явно моложе импульсивнее адамс же более закаленной войной он видел больше чем луга и это также оставило свой отпечаток но все же он точно так же сделал выбор как и все остальные и вполне возможно что его финальное действие это не столько попытка спасти уокера сколько желание поскорее покончить с этим безумием возможно принять искупительную смерть а возможно вообразить ее героической во имя спасения товарища ведь как правильно сказали в игре когда нельзя принять правду создай свою и это касается каждого из всех действующих лиц быть то персонале или объединение каждый из них создал для себя правду ту правду в которую им было удобно верить правду в которой они герои которым не оставили выбора лишь бы не нести ответственно за садийное каждый из них оказался слабым готовым на преступление пустым снаружи оболочка внутри песок они создали для себя идеалы прикрылись ими и так уверовали у них так неистово их защищали что упустили главное чтобы сражаться нужна причина но идеал ею быть не может если борешься за идеал то и защищать сможешь только идеал а идеалом людей не спасти и они не спасли кровь везде только кровь дай мне заснуть дай мне забыть вот такая вот история детишки между прочим мысль про защиту идеалов знаете кто высказал правильно арчер из новелла ночь схватки ведь он прав чертяга однако вернемся к игре наверняка послушав мой рассказ вы немного не понимаете что тогда в нем плохого то да то есть почему я считаю игру справедливо недооцененной если там такая глубина ну тут ответ простой грустный с одной стороны да безусловно все рассказано мной про финал истории ее суть это сильная часть игры в общем то говоря это единственный столб на котором тут все и держится что в принципе уже ставит под сомнение утверждение гениальности проекта ну не гоже для действительно гениальной игры держаться только на одном аспекте но если бы проблема была только в этом во первых вы не смотрите что тут так все драматично это оно все в моем пересказе надеюсь у меня получилось да драматично но в игре самой драматичности очень не хватает ой как не хватает детишки безумно я даже сказал не хватает эмоции переданы хорошо но вот обстановка не всегда не везде где-то вредит кривое управление да что там управление кривая игра напомню когда из-за дурацкого чекпоинта ты лицезреешь одну и ту же драматическую сцену раз за разом тебе уже плевать на драматизм тебе уже не до него где-то не хватает нормального саундтрека да саундтрек отвратителен на мой взгляд конечно я не истинно в последней инстанции если я скажу что ни одна композиция мне не запомнилось то это нельзя будет читать объективным аргументом но опыт мне подсказывает что если бы саундтрек был нормальный то и драматичные моменты были бы куда драматичнее а часть его вовсе составляет американские ассоциирующиеся с войной видимо песни я их терпеть не могу но понимаю зачем они тут речь же об их культуре их сознание но там где они не звучат можно ж было написать что-то достойное я всегда стараюсь вставлять в рассказ об играх именно родной саундтрек но тут как слышите вставил композиции с call of duty потому что они тут прям к месту я не говорю что небогатые разработчики должны были угрохать и львию на долю бюджет и нанять конца циммера вовсе нет тот же джереми соло за буханку хлеба слепил для never winter nights 2 и маски предателя отличный саундтрек из общедоступных дешевых сэмплов и ничего мелодия до сих пор в сердце а тут что с чем ассоциируется ничто и ни с чем и даже не пытайтесь меня разубеждать я уверен музыка тут могла бы тащить катку а в итоге тащит ее на горбу как дохлую лошадь но и это еще не все видите ли признаком хорошего сценария вне зависимости от того про что он хоть про белых пони хоть про ужаса войны является этакие крючки зацепки чтобы мы проходя игру не могли их заметить потому что у нас не было нужных знаний мы просто еще не в курсе на что обращать внимание но когда в конце мы получаем этот самый ключ ко всему да мы осознаем что происходило и где были те зацепки и при повторном прохождении мы бы уже замечали их и понимали а вот тут на самом деле происходит то-то и то-то взять для примера тот же самый первый black ops когда мы впервые встречаем резнова думаю что это он а на деле мы видим иллюзию мы начинаем с ним общаться но что говорят наши напарники они не понимают они переспрашивают о ком ты с кем ты говоришь когда мы крадемся по тоннелю и снова здороваемся с резновым напарник отвлекается со словами мол да что с тобой не так потому что он то не видит никакого резнова но слышит что мы разговариваем сами собой и даже хадсон расспрашивает нас о резнове всю игру так будто понятия не имеет кто ты такой и вообще что происходит и ты понимаешь эти моменты только при повторном прохождении а что в спекопс впервые мы слышим голос кондрада в записи иллюзии появляются только после сцены с применением фосфора на гражданских конце игры нам показывают отрывок из этой сцены будто бы мартин берет сломанную рацию и что напарники это видят и не понимают что происходит но на деле этого не было если смотреть оригинальную сцену они вообще не обращают никакого внимания на то что командир их разговаривает сам с собой по сломанной рации у них нет никакой реакции именно поэтому я тогда так был недоволен этой сцены если помните следующее я назвал более удачной именно потому что в моменте с испытанием адамса луга действительно реагировали в стиле ты вообще о чем они-то видели не испытания два подвешенных трупа то как мартин в них стреляет я понимаю почему они это в дальнейшем не обсуждали так бы они раскрыли интригу раньше времени но значит нужно было придумать нечто иное сцена без приукрас тоже никудышная хорошо пленники на самом деле трупы а солдаты из 33 целящиеся в них и в трупы в повторной сцене я их не помню возможно предполагается что их там тоже не было однако их можно атаковать наплевав на это испытание и тогда в бою будут участвовать все в самом обычном бою и нет аргумент что это все тоже глюки несостоятелен бои в игре никогда не были глюками это же получается что вообще про любой элемент можно сказать что все вокруг это галлюцинация уокера если так тогда это уже прям неприкрытые сценарные потенции и получается что вся играет просто сон собаки кстати есть и такая версия помните ту сцену с падением вертолета уокер еще тогда говорит что это уже было так вот существует гипотеза о том что именно так и погиб отряд дельта а все что происходило в дальнейшем это видение умирающего мозга мартина своеобразное чистилище его скомпонованные переживания реальность которую он сам для себя создал получается их приключения закончились после убийства диджея дальше их вертолет сбили а потом мартин уже в том самом дубай чистилище очухивается идет с отрядом в город и события начинаются заново тогда можно предположить что все происходившие по сюжету после смерти диржея это попытка мартина освободиться из этого ада да про от нам говорят напрямую всю игру впрочем это не аргумент это же расхожее выражение хотя да но играет на руку гипотезе а можно также предположить что вертолет разбился при первом посещении дубая гораздо логичнее кстати предположить что через бурю они прилетели именно на вертолете они пришли пешком впрочем гораздо логичнее в данном случае не потому что логичнее а потому что пешком это маразм а на вертолете через бурю это тоже очень сомнительно тут бы подошел бтр или на худой конец военный джип хотя какой командир в своем то уме отпустит туда джип с тремя людьми в бурю то которую занесло весь город да и вообще не странновато ли это реальность которую мартин сам себе вообразил я в том смысле не страшновато ли посмертный сон не многовато ли там того чего он так селился избежать а если это чистилище то где начало и где конец и как связать эти события получается что не натянув сову на дубай никак понимаете даже в теории дурманивания шепарда помимо множества натянутых моментов есть конкретные такие стропила на которых она может спокойно основываться во многом эти стропила возникли из-за бездарности сценаристов да здесь же из-за не бездарности а скорее недостаточно высокого уровня проработки сценария возникшие ляпы не играют на руку этой теории и вообще никакой теории они на руку не играют они просто портят впечатление потому что мы во многом подобно мартину и прочим создаем для себя отдельную реальность в которой видим игру шедевром и боремся за эту реальность оправдываем каждый косяк игры в то время как правда жестоко игру не дотянули ни по сценарию не тем более по геймплею такие вот дела и тем не менее я могу от всей души пожелать вам пройти игру повторно а если вы не проходили и раньше значит вы странная зачем тогда ролик со спойлерами смотрели ну не важно вы тоже пройдите если хотите это не самый плохой проект и не самый косячный и он в отличие от многих посягает на действительно интересные темы не прикрываясь политотой клюквы не уповая на повестку ну еще бы двенадцатый год все-таки а именно честно пытается раскрыть тему и ему это в итоге даже удается если бы уровень умения разработчиков был повыше получился бы настоящий шедевр ну а так получилось и средненький шутер с совсем не средненьким а даже очень неплохим сценарием и безусловно очень не слабой атмосферой который до идеальной не хватило двух шагов плюс ко всему в игре неплохая локализация там где актерская игра не сильно важна она может проседать но вот там где на нее обращаешь внимание там проблем почти нет к тому же луга озвучивает тот же актер что озвучивала на кино скайуокера и из его уст слышать фразу это ты во всем виноват довольно драматично что ли да что поделать я люблю такой вот психоделику но дело в том что другие не обязаны любить а кривость игры задирает планку вхождения после которой ты можешь сказать а вот это уже интересно до каких-то уж чересчур серьезных высот если бы мне не проружали уши гениальности игры клянусь я бросил бы ее еще задолго до сцены с фосфором потому что до нее игра явно не то на что я бы хотел потратить свободное время а